Каково значение слова шалом? Это просто мир? Или это что-то большее, чем мир? Когда вы здороваетесь с кем-то на современном иврите и говорите, «Эй, как дела?» Это звучит как машлом ха, что дословно значит «как твой мир?», «как твои дела?». Но мы часто используем слово шалом в более широком смысле. Когда вы приветствуете кого-то, говорите шалом, прощаетесь, шалом. Это слово может иметь очень много значений в современном иврите. Но что оно значит в библейском иврите? Его корень прежде всего означает не мир, а полноту или целостность. Часть этого корня можно использовать для обозначения выплаты, погашения долга, компенсации. То есть само это слово значит не столько покой или мир, сколько полноту, целостность, завершенность. И, следовательно, шалом — это общее благополучие, целостность жизни, целостность разума, тела, духа. Прекрасный стих из Исаии 26.3 на иврите звучит следующим образом. «Ецер самух тицор шалом шалом кивеха батуах» «Твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Совершенный мир на иврите — это шалом шалом. То есть шалом — это не просто мир, но это благополучие, это целостность. Это не полнота в том смысле, что кто-то, говоря иначе, переполнен. Но жизнь, которая благословенна, — это жизнь в шаломе. Это мир, потому что все хорошо. Лжепророки говорят «шалом, шалом, вейн шалом». Они говорят «все хорошо, все хорошо, когда нет ничего хорошего». Сказать «шалом ли» на иврите — это значит «у меня все отлично, на душе моей все хорошо». Вот в чем настоящая суть слова «шалом» и для всех людей. Вот о чем речь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова